Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам про микроволновую печь Panasonic. Купили мы её несколько лет назад в магазине, который уже не существует, Техносила. И главная отличительная особенность этой микроволновки в том, что она инверторная. Это влияет на то, что у неё очень низкая масса. То есть там нет тяжёлого генератора микроволн. Там относительно лёгкий. Поэтому она удивительно лёгкая, когда её переносишь. Как вы видите, поверхность лицевая, она стеклянная, поэтому достаточно маркая. Все пальчики на ней остаётся, и нужно её регулярно протирать. И мы вот такие вот наклеечки ещё приклеили. Главный недостаток данной микроволновки состоит в том, что под острым углом цифры на этом дисплее плохо различимы, неконтрастны. Но зато они хорошо видны под прямым углом. Но обычно же мы смотрим на микроволновку, которая стоит на столе, именно вот под таким вот углом градусов 45. И здесь не всегда чётко видно, насколько на секунду ты выставил микроволновку. Вот эта кнопочка, она утапливаемая. Открывается микроволновка нажатием на эту клавишу. Давайте посмотрим на неё изнутри. Ну и здесь стандартное вот это вот стекло, с вращающимся на колёсиках. Я его мою в посудомоечной машине. Наверху есть гриль. Мы им редко пользуемся, кварцевый гриль так называемый. Но вы видите, что он загрязняется. Вот эти вот такие лампы, они защищены решёточкой. Но можно прочищать его, например, ватной палочкой. Мы давно не мыли микроволновку. И, кстати, интересный совет. Если у вас вдруг, неожиданно, заискрила микроволновка, жуткий пошёл шум, из неё прям искры летят, когда вы включаете. И так каждый раз при включении, при нажатии старта, то, скорее всего, у вас прогорела вот эта вот пластина, которую вы видите сейчас по центру экрана. Она, её можно купить буквально за несколько сот рублей, точнее, буквально там несколько десятков даже рублей на Алиэкспрессе или другом китайском каком-нибудь магазине. И самостоятельно вытащить старую и использовать её как трафарет. И обратно вставить вместо вот этой прогоревшей пластины. Здесь она заменяется даже без каких-либо отверток и так далее. Просто руками вынимается. Главное, чтобы пластина, из которой вы будете вырезать новую, была по размерам чуть больше, чем вот эта вот. Ну, здесь стандартное решение в виде такой ячейстой крышки. Её тоже нужно мыть. Здесь номера автоматических программ, но мы ими никогда не пользуемся. Есть какая-то функция таймера, вообще ни разу в жизни не пользовались. Можно пользоваться как отдельно микроволнами, это самый распространённый режим. Иногда грилем пользуемся, можно пользоваться и комбинацией. И есть ещё такая инверторная турборазаморозка. Вообще, сама по себе эта микроволновка, что нам ещё нравится, она относительно малошумная. Давайте включим её, может быть, в холостую. Вот она так вот шумит. Вот. Не будем тут употреблять перегревом каких-то остатков пищи. Что ещё здесь? То есть, естественно, вот эта вот шумичка, она может иногда слетать, а её, как я уже говорил, я мою в микроволновке. Верхнюю поверхность, как вы видите, мы используем в качестве подставки. Крышка закрывается вот с таким вот звуком. Ну, ничего необычного. Да, собственно говоря, как называется данная модель. NN-JD-371M. В принципе, модели, возможно, также другие сейчас в продаже, может быть, этой модели уже не везде есть в продаже, но они достаточно похожи и могут отличаться, например, только дизайном. Размеры, я бы сказал, так, средние, ближе к компактным. Сзади есть предохранение шнура, такой выступ, поэтому абсолютно плотно к стене вы её не пододвинете. Здесь стандартный вот такой вот выступ, который по размерам меньше, чем сама микроволновка. И надёжный сетевой кабель, удобный для вытаскивания. На боковой поверхности микроволновки имеются такие вентиляционные отверстия. А шурупы вот так вот, немножко, такими полукруглыми частями выступают. Тоже не позволяя придвинуть микроволновку вплотную к стене боковой для обеспечения вентиляции надёжной. И исключение её перегрева. Данное вентиляционное отверстие есть только с одной стороны. Если вы длительное время нагревали пищу, то микроволновка, точнее, вентилятор в ней остаётся включённым ещё некоторое время после разогрева пищи. Это нормально, он просто предотвращает перегрев инвертора. И, собственно говоря, самого генератора микроволновых полн. Клавиши микроволны можно регулировать мощность. Мы, как правило, пользуемся только высокой мощностью. В дешёвых, неинверторных моделях мощность, когда вы нажимаете её уменьшение, переходит в такую пилообразную кривую. То есть работает, не работает. Работает, не работает. В данной модели мощность снижается равномерно и продолжает работать на пониженной мощности всё время, без вот этой пилообразности включения-выключения. Поэтому вы не услышите в данной модели, характерных для более дешёвых моделей, периодических включений и отключений. Здесь всё равномерно и за счёт этого более энергоэффективно. Если у вас остались вопросы по данной модели, то задавайте их в комментариях к данному видео, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.